Нужно сказать, что если от публикации, если кто-то кого-то будет интересовать, я могу просто дать или прислать, но в ходе вот этого исследования вывелась одна, я бы сказал, парадоксальная констатация. Когда мы говорим, скажем, об этнической дискриминации русскоязычного населения, то некоторые эстонские политики говорят, это ответ на ту русификацию, которая была и происходила в истории. И тогда я просто попробовал выяснить, а была ли русификация или каким образом это происходило, что сегодня можно говорить о том, что Яков, я подчеркиваю, Яков, была русификация. А суть состояла в следующем. Шел процесс, который вчера коллега Никифоров, да не только это потемнимое название, назвал коренизацией. То есть, так сказать, становление элиты управленческой, профессиональной, правящей элиты из коренного этноса. И этот процесс был совершенно очевиден, и вместе с тем, вот эта та самая коренная, а я в данном случае скажу, управляющая элита, четко была нацелена на экономическое освоение территории, то есть территории своего основного этноса. Я присутствовал в качестве советника, исполнителя при разработке целого ряда планов государственного развития в то время еще советской истории. Нужно сказать, привести просто один маленький при штрих заседания того самого Госплана, который возглавляет коренной эстонец, неприезжий откуда-то из России, Густав Тынскоек, был такой инстарь Госплана, который говорит нам, людям, которые готовили вот эти планы, Нам надо дать в Москву как можно предложений, чтобы здесь, в Эстонии, у нас развивалась промышленность. Все при этом понимали, что развитие промышленности на основе того человеческого капитала и того населения, которое в Эстонии было, практически невозможно. Потому что либо надо было уничтожить сельское хозяйство, корневая отрасль экономики в Эстонии, Либо завозить сюда рабочую силу на новостроящиеся промышленные предприятия. И в этой ситуации уже в то время сложилось то, что был некий управляющий слой, в основном этнический, эстонский. И было то мясо, то тело экономики, промышленные, которые составляли во многом неэстонцы. И когда мы сегодня говорим о том, что безработица среди русскоязычной партии выше, Это ведь связано с чем? Что после восстановления независимости, по существу на идеологической основе, на политической основе, Во многом были разорваны связи с тем экономическим комплексом, который представляла промышленность и экономика Советского Союза. Начался процесс деиндустриализации. Активный, причем, процесс. Я в одной из своих статей составил, так называемый, поминальный список эстонской промышленности. Если его посмотреть, то иногда становится просто, возникает вопрос. Когда разрывали эти связи, вообще говоря, думали об экономике Эстонии, О том, что экономика – это основа по существу существовать. Поехали!